Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Возможно ли мое личное счастье? Мне 34, скоро будет 35, не семей, не детей. Отец всегда был со мной в строк, ориентировал на карьеру. В итоге у меня была хорошая работа, но счастья нет. На работе все коллеги с детьми и семьями. Я как белый ворона, некоторые меня жалеют, некоторые смеются. Очень хочется любить и быть любимой, но боюсь, что уже никому не нужна. И с девушкой гораздо моложе и красивее менял. Через пару лет я вообще могу остаться совершенно одна. Познакомились недавно с мужчиной, но после встречи он пропал. Довольно же попили кофе. Теперь я в депрессии, постоянно торчу на его страницах, в социальных сетях, а это у меня еще хуже. Состояние, когда не радует ничего, даже хобби. Смотрите. Значит, а что такое личное счастье? Давайте скажем так. Личное счастье это ведь некое такое обособление, или если хотите, акцентирование на личном счастье. То есть, по большому счету, здесь вы транслируете такую мысль, что мое счастье возможно только с другим человеком. Только с мужчиной. То есть, вы здесь говорите о том, что свою ценность вы перебрасываете другому человеку. Ну, по сути. И это говорит о том, что себя вы не принимаете. Себя вы как бы, ну, отторгаете, если угодно. Если угодно, если угодно, если угодно, отторгаете себя. И, конечно, у этого, у того, что вы себя отторгаете, есть причина. И уже то, что с вами происходит сейчас, это следствие того, что вы себя отторгаете. По крайней мере, на мой взгляд, это выглядит именно, именно так. Естественно, я не могу наверняка утверждать этого. Естественно, я не берусь утверждать то, что это так, но выглядит, выглядит, по крайней мере, то, что вы описываете, именно таким образом. То есть, личное счастье для вас, это счастье с кем-то. И пока ваше счастье с кем-то, я бы сказал, что будут проблемы, потому что вы все время будете кого-то искать, и все время будете к кому-то, в общем и целом, тянуться. Когда человек кому-то тянется, то здесь практически всегда чувствуется то, что мы можем назвать обесцениванием. И другие люди, другие люди, само собой это обесценивание чувствуют, то есть чувствуют, что вы себя обесцениваете. И, соответственно, чувствуют определенное давление по этой причине. Вот. Определенное давление или определенную несвободу, как хотите, как хотите, это, в принципе, можно назвать. Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь, желательно, конечно, обрести вот эту вот некую внутреннюю гармонию, некое такое, если хотите, ну, принятие внутреннее. Да? То есть сейчас у вас этого принятия как бы нет. Себя. Конечно, конечно, связано это с тем, что ваш отец был с вами строг. Конечно, это связано с этим, с тем, что ваш папа был к вам строг и, соответственно, выработалось у вас такое вот, я бы сказал, очень условное, если хотите, очень условное принятие себя. То есть я могу, я себя принимаю, я себя хвалю, только если вот чего-то достигну, чего-то добьюсь там и так далее. Вот. А вместе с тем, а точнее из этого, прямо вытекает другой аспект. Из этого вот такая аспект, что я не могу и не должна быть слабой, я не должна быть, не должна проявлять свои чувства, я не должна проявлять свои эмоции, я должна быть как бы сильной здесь. Ну, такую как бы мысль вы, на мой взгляд, здесь транслируете. Вот. И, соответственно, мужчины в этом смысле видят, конечно, вас определенного, я бы сказал, конкурента. Они видят то, что вы с ними таким образом конкурируете. Вот. А мужчинам это само собой не нравится, и вот из-за этого у вас и не получается выстраивать отношения. То есть очень, на мой взгляд, важно, чтобы вы не конкурировали с мужчинами. А сейчас, как мне кажется, происходит именно это, сейчас происходит именно это, сейчас происходит именно то, что вы пытаетесь конкурировать с мужчинами. Вот. Естественно, ничего хорошего в этом для вас нет и быть не может. Поэтому необходимо учиться слабой и начинать нужно с принятия себя, с принятия своих каких-то слабостей, да, с принятия своих особенностей, что ли, с принятия своих эмоций, что ли, и так далее. Это очень важно, чтобы вы в этом ключе двигались, очень важно, чтобы вы в этом направлении смотрели, очень важно, чтобы вы в этом аспекте именно работали, чтобы вы в этом аспекте именно, чтобы вы этот аспект видели для себя приоритетно. То есть, приоритет не выстраивания отношений с мужчинами и не поиск мужчин, а именно обретение внутренней гармонии и, что называется, целостность. Сейчас у вас целостность, по сути, ориентирована только на успех, на результативность, на некие такие конкретные, если угодно, результаты. Вот. И, на мой взгляд, опять же, ну, ничего хорошего для вас в этом нет и быть не может, потому что это делает вас, ну, по сути, носителем такого формализованного отношения к мужчинам, да, и к отношениям в целом. Следующий момент – это то, что вы сравниваете себя с другими женщинами, вот, вероятно, вы им завидуете. То есть, вы говорите, ну, я могу быть, я могу быть такой же, я хочу быть такой же, вот, я тоже, как бы, женщина, да, но женщины себя я не чувствую. Это очень важный момент. Дело в том, что, поскольку у вас папа достаточно, получается, важную и значимую, вероятно, роль играл, может быть, да, может быть, даже и играет до сих пор в вашей жизни, то вы, конечно, инстинктивно, как бы, зажимаете в себе все, что связано с вашей женственностью. Объяснивая это, отталкивая это и считая это, например, чем-то пустым, чем-то ненуженым, чем-то лишним и так далее. Точно так же, как это, ну, точно так же, как к этому относился ваш отец. Вот. Соответственно, необходимо развивать в себе, ну, женственность и чувственность. Вот. А это, в первую очередь, конечно же, наши чувства, это, в первую очередь, конечно же, наши эмоции, это, в первую очередь, конечно же, наши переживания, которые вы, скорее всего, от себя отторгали и продолжаете отторгать до сих пор. Вот. Вот. Поэтому работать здесь нужно, как мне кажется, именно в этом направлении. То есть, с одной стороны, повышение своей ценности, да, то есть, как-то вот, возврат себе ценности от всех других, в том числе от мужчин, вот. Когда отхождение, отход от идеализации мужчин, то, что сейчас с вами происходит, вы, мужчин, идеализируете, значит, семью и ребенка, вы воспринимаете, ну, по сути, на мой взгляд, вы воспринимаете это, как некий такой, ну, путь, что ли, к своей полноценности. Хотя, на самом деле, это, конечно же, совершенно не так, это не может быть путем к вашей полноценности, потому что вы полноценны изначально, изначально априори, но ваш отец, вот, он, ну, так вот вас сформировал, что вы можете быть какой-то, только вот, если что-то сделать. Вот какой-то вы можете быть, только если что-то сделать, если как-то, вот, себя, там, ну, не знаю, будете проявлять, да, и т.д. и т.д. и т.п. Вот, ну, ничего хорошего, как бы, постараюсь, в этом нет, и быть для вас не может. То есть, получается, что вы сами себя поместили в определенные рамки, сами себя поместили в определенные такие аспекты, и страдаете из-за этого. Вот, поэтому нужно здесь менять свою модель поведения, нужно, нужно здесь учиться более такому целостному, чуркому отношению к себе, и учиться внимательности, внимательности к себе и к тому, что с вами происходит, да. Вот, субъективно проблема заключается в том, что вы идеализируете семью, делаете ее, как бы, сверхценной для себя, для себя. А когда человек делает что-либо сверхценным, например, мужчину, то есть, человека, или какое-то, ну, какое-то образование, да, вот. В частности, вот, ну, мы можем говорить, например, про образование, мы можем говорить об этом в контексте, допустим, семьи, да, то есть, вот, мы можем, ну, мы можем воспринимать, да, мы можем относиться, как, вот, к сверхценному образованию, семья. То есть, семья, это, вот, для нас, получается, сверхценное образование. Так вот, очень важно, чтобы вы перестали, вот, этому придавать такое значение. Потому что, когда вы придаете этому такое большое значение, это становится от вас дальше. Вот. Это становится от вас дальше, чем больше, чем больше вы придаете этому значение, к сожалению. Вот. Это закономерность, это закономерность, это нормально, в этом ничего нет, ну, ничего нет аномального, ничего, ничего нет. Вот. Ненормального это то, что у вас не получается. То есть, у вас не получается не потому, что вы какая-то не такая, а у вас не получается, потому что вы этому слишком сильно придаете значение и, соответственно, совершаете эти действия, которые, ну, неестественны. Вот. И, как итог, как итог, получается, что неестественно же вы и действуете, неестественно же вы, ну, поступаете, как бы. И, соответственно, результат совсем не такой, какой вы, какой вы хотели бы. Вот. Это корректируется, это корректируется, это поправляется и, в принципе, в принципе, вы ведете себя, ну, начинаете точно вести себя, да, при определенной работе начинаете вести себя естественно и все у вас, как бы, получается. Вот. На что нужно определить внимание прямо сейчас? Прямо сейчас нужно определить, определить то, какая вы женщина, в первую очередь, ну, так просто, как бы вы себя описали, как женщина. А какая у вас модель поведения женская, вот. И что общего может быть между вами и мужчиной, то есть, ну, просто, что общего между вами может быть. Значит, на каких основах, ну, ну, на каких основах, да, на каких основах вы могли бы выстраивать отношения с мужчиной, что это такое. Понимаете, да? Вот. Дальше. Значит, вот вы говорите, что хочется вам любить и быть любимым. Обратите внимание, что здесь нет привязки к человеку. Вот. То есть здесь нет привязки к человеку. Здесь нет, вот, что называется, да, привязки к, ну, конкретной личности, как бы. Ну, здесь этого ничего нет у вас. И вот это очень, очень, как мне кажется, важный момент, на мой взгляд. Это очень важный момент. Потому что вы строите отношения сначала, на данный, на данный момент вы строите отношения. Как бы, как бы, для какой-то цели, ну, для какой-то цели, как бы, вот. Вы выстраиваете отношения для какой-то цели. Вот. А отношения так не выстраиваются. Семья и ребёнок являются следствием. В первую очередь. В первую очередь, являются следствием того, что между людьми есть общего. А чтобы было что-то общее, нужно развивать интерес. В свой интерес. Чтобы устраивать здоровые отношения. Понимаете, да? А вы говорите о том, что, вообще-то, вас не радуют хунды. Что говорят о том, что интересы ваши, они, вот, на втором плане находятся. Ну, точно не на первом. Точно не на первом. Точно не на первом. И, какого рода это будут отношения тогда. Если, вот, всё складывается таким образом. Какого рода будут эти отношения? Ну, понятно, какого рода. В лучшем случае, эти отношения будут, на мой взгляд, ну, не совсем здоровыми. Скажем так. Вот. В лучшем случае. Вот. 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 Вот так вот я мог бы вам ответить сейчас. С точки зрения психологии. С точки зрения психотерапии. И с точки зрения профессиональной этики. С точки зрения моего опыта профессионального. Вот. И, соответственно, на это, на это я и предлагаю вам обратить свое внимание. А не такие, вот, я бы сказал, ну, несколько, несколько избитые, да, значит, темы, да, как личное счастье и так далее. Потому что, ну, вот. Что такое, э.. что такое личное счастье, я не знаю. Я не знаю, что такое личное счастье. Вот. Но зато я знаю, что есть, э.. что 6 человек. Я знаю, что оно есть. Ну, вот. Дальше. Значит, вы пишете. У меня хорошая работа, но счастья нет, потому что мой отец ориентировал меня на кафе. Значит, по сути, вы работаете для чего? Вот очень такой, на мой взгляд, важный вопрос. Для чего вы работаете? То есть вы работаете, чтобы что? Вы кому-то здесь отдаете долг. Это очень важный момент, да? Кому-то вы здесь отдаете долг. Ну, долг своему отцу и так далее. Можно сказать, что вы до сих пор, до сих пор выполняете его директиву. В какой-то степени. Если вы выполняете в какой-то степени директиву своего отца, то, скорее всего, вы до сих пор ребенок для своего отца. Если вы ребенок для своего отца, то вы никак не можете, никак. Вы никак не можете быть женщиной. Потому что вы ребенок для своего папы. Вы ребенок для своего папы, точнее. Точнее. Вот. Это неприятно, что я сейчас говорю. Это понятно. Это понятно, что это неприятно. То, о чем я сейчас говорю. Вне всякого сомнения. Это неприятно. Но если мы здесь для того, чтобы решать проблему, да? Если мы здесь для того, чтобы решать те трудности, которые у вас есть. То давайте, в таком случае, будем, ну, говорить откровенно. Вот. Когда вы говорите о том, что хотите семью и детей. Когда вы говорите о том, что вы хотите любить и быть любимыми. Про что вы здесь говорите? Ну, то есть, вот, буквально. Буквально. О чем? О чем? Вы здесь говорите. Это очень важно. О чем вы здесь говорите? Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, было бы очень здорово, пока что. Пока что. Пока что. Это, скажем так, не получается. Да? Вот. Чтобы увидеть, от чего же я прохожу. А, ну, вот, в этой ситуации. Ну, вот. Мне это что нужно? В этой ситуации. В семье, да? И так далее. И пока вы в этом ключе не размышляете, пока вы в этом ключе не думаете. вы просто, ну, по сути, слепую, вот, просто делаете какие-то действия для того, чтобы получить то, что вам нужно, по сути дела. Вот. И у нас, опять же, ничего не получалось. Вот. Я думаю, как-то так. Поэтому, давайте, вот, для начала, да, попробуем. Попробуем. Я хочу быть любимым. Любить и быть любимым. А из чего возникает такое желание? Буквально. Из чего? Это важно. Очень важно. Дальше. Вы пишете, отец был строка, ориентировал на карьеру. Как вы сами к этому относитесь? К тому, что отец был строки и ориентировал вас на карьеру. Это же важно, правильно? Ну, для вас. Важно понимать. А как вы к этому относитесь? Какое у вас мнение на этот, на этот, на этот счет? Вот. Как вы сами это видите? Как вы воспринимаете его строгость? Вот. Если у вас какое-то отношение сейчас к его строгости и так далее. Влияет, влияет ли эта строгость, да, сейчас на вас? Если влияет, то как влияет? То есть, ну вот, каким образом влияет, если, если влияет? Ну вот, да, на вас, если как-то это какое-то вот оказывает воздействие, да, его строгость, то как, где оно проявляется? То есть, можете ли вы определить для, допустим, себя, а вот как и где вы, к примеру, повторяете действие, ну, повторяете, допустим, позицию своего папы, да, то есть, где, где, где вы следуете его, ну, его каким-то указанием, да, где вы следуете его, значит, наставлением и так далее, если это, конечно, есть. Вот. Это тоже очень, очень-очень такой серьезный, как мне кажется, момент. То есть, наверное, необходимо отделить себя от вашего папа. Папа. То есть, вот, как бы, ну, отделить, что, вот, это папа, да, например, это папа, а это я, ну вот, и не одно и тоже, как бы, папа и я не одно и тоже, ну, грубо говоря, вот. Это тоже очень важный момент. Дальше. Вы пишете, значит, на работе все коллеги с друзьями и семьями, если сравниваете себя с другими людьми, как это происходит. Тоже очень-очень важный момент, как происходит то, что вы сравниваете для себя, ну, белый ворон, как, вот, как, ну, как, как, как вы говорите. Вот. Это тоже очень, очень важно. Вот. Потому что вы приходите к этому через какое-то чувство. Ну, ну, свое чувство. Ну, 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 то есть, вы приходите, вы приходите к этому как-то. Нужно понять и увидеть, как вы к этому приходите. Это очень, очень важный момент, очень важный аспект. Если мы хотим разобраться с тем, что с вами происходит. Если это стыд, например, то как он проявляется? А если это стыд, например, то как он вами ощущается? Что еще идет вместе с этим чувством, ну, стыда? Вот. У стыда есть всегда своя история. Вот. История, ну, своего развития, если хотите. История появления, если хотите. И очень важно это заметить. А не просто, вот, как бы, позволять ему собой руководить. Ну, а сейчас, пока, именно это, как мне кажется, и происходит с вами. Вот. Это неприятно. Естественно. Но, тем не менее, как будто бы это выглядит именно, именно так. Вот. Понимаете, да? Дальше. Я белый ворона. Некоторые меня жалеют. Некоторые смеются. Я думаю, что это то, что вы транслируете людям. Своё отношение. Своё отношение. К тому, что происходит. Свою, некоторую такую, можно сказать, уязвимость, что ли. Вот. Вы транслируете здесь. И, естественно, люди отражают вам то, как вы сами это видите, и, как вы сами к этому относитесь. Вот. А вы уже, в свою очередь, в монеты реагируете. То есть, реагируете, вы как бы, получается, сами на себя, по сути. Получает. И вот это, на мой взгляд, и является проблемой, ну, здесь. Вот. То есть, вы видите то, как люди реагируют на вас, не отдают себе отсчета в том, что это реакция следствием. Значит, следствие того, как вы это преподносите. Вот. А когда вы сталкиваетесь с этим, в, скажем так, реальной жизни. Вот. Когда вы видите это в реальной жизни. А вам становится больно. Вот. Я думаю так. Я думаю так. Можно это все отравить. Все начинается с вас. Здесь. Ведь если бы вам нравилась, например, ваша работа, если бы, если бы вы, ну, кайфовали от своей работы, получали удовольствие от нее. И так далее. Вот. То вы же сами, наверное, в таком случае понимаете, что, ну вот, к вам бы относились совсем иначе. Совсем по-другому. Не так, не так, как относится. Ну, ну вот, сейчас, по крайней мере, на данный момент. Вот. Понимаете, да? Какая здесь история. Вот. Вот. Поэтому именно с этим, как мне кажется, нужно работать. Именно это, как мне кажется, нужно, в первую очередь, корректировать. Вот. Ну, по крайней мере, для меня это выглядит. Так. По крайней мере. Дальше. Идем. Так. Любить быть любимой, но, боюсь, тоже никому не нужно. Это обесценивание. Девушка гораздо красивее и моложе меня. Это сравнивание из обесценивания. Через пару лет вообще могу остаться совершенно одна. Это в какой-то степени бегство от, эм, 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 эм. Того, что вам, эм, тяжело. Вот. Эм, ну, вот в какой-то степени это бегство. От того, что вам, ну, больно, да. От того, что вам, эм, ну, некомфортно. Вот. Вот. Это от этого, эм, ну, бегство. Бегство это. Вот. И, то, что вы якобы останетесь одна, это, как мне кажется, следствие, эм, того, что в глубине души вы как-то, может быть, хотите, эм, быть, эм, одной, да, хотите быть одной. Чтобы не сталкиваться, вот, с эм, эм, ну, негативом. Понимаете? Чтобы не сталкиваться с тем, что вы, ну, эм, какая-то не такая, да, вот. Чтобы не сталкиваться с тем, что вы, ну, какая-то, ну, может быть, эм, эм, странная и так далее. То есть, вот, что вам это, вот, эм, ну, тяжело, неприятно и больно. Эм, вот. Вот в этом ключе, на мой взгляд, опять же, нужно, нужно, нужно думать и двигаться. Вот. Как мне кажется. Конечно. Вот. Дальше. Поднакомился с, с мужчиной, вот, ну, он пропал. Попили кофе. Только. Ну, здесь, понятное дело, что нужно проанализировать, как вы выстраивали отношения с этим мужчиной, как вы общались. вот. Для того, чтобы, вот, понять, ну, допустим, что является, деструкцией здесь. Вот. Понятно, да? Потому что, так сказать, сейчас, было бы, наверное, довольно, немножечко, ошибочно. Вот. Как мне думать. Вот. Вот, пожалуй. так, я думаю, можно вам ответить, с точки зрения психологии. на этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. я буду вам благодарен, за обратную связь, а по моему ответу это позволит вам начать над собой работу, вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится, вот, и мы с радостью вам поможем.